Сибирь и Дальний Восток засыпало снегом. Пятидневная норма осадков за сутки накануне выпала в Омске. Сильнейший за 40 лет снегопад парализовал движение на Кузбассе. Синоптики сообщают, зима в этом году в России наступила на несколько недель раньше. Люди уже не рассчитывают на коммунальщиков. Народные методы борьбы с сугробами в материале Александра Руяткина. Зима укутала сибирские города в белое. Короткое потепление в Омске сменилось резким понижением температуры с нуля до минус 17 градусов. Снежная каша подмерзла и ледяной коркой сковала дороги. Десятки аварий, многокилометровые пробки. Как уверяют чиновники, за минувшие сутки с улиц города вывезли более тысячи кубометров снега. Работают дорожники преимущественно в вечернее и ночное время, чтобы не мешать движению. Но горожане их усилий не замечают. Так, не дождавшись помощи от коммунальщиков, Андрей Романов второй год подряд заводит свою ласточку. Утро вышел, собрался ехать на работу. Смотрю, снег идет, да и снег идет сильный. Нашел под снегом старую железную дверь. Быстренько сюда ее приварил, паркоку простейшим способом. Вот, получилось вот такое вот снегоуборочное средство. Убрать снег, вывезти дрова, вытащить застрявшую машину. Андрей говорит, его ВАЗ на гусеницах в хозяйстве универсален и не боится бездорожья. В столице Кузбасса и в Томске пристально следят за работой коммунальщиков. Пользователи соцсетей выкладывают фотографии. Кто-то пишет в комментариях, мол, видели машины и все убирали. Хэштег «САХ» убирает в Томске сегодня самый популярный. Организатор акции, автолюбитель Иван Егоров, хотел на деле проверить, правду ли говорят в новостях о готовности коммунальщиков. Если брать окраины, по крайней мере по тем же фотографиям, по тем же людям, по комментариям, которые люди скидывали, ну нету такого эффекта на таких малозначных улицах. Если работает, ну хорошо. Если не работает, значит, может быть, до начальства дойдет все-таки, что народ жалуется, что люди недовольны тем, как они работают. Ну и, соответственно, предпримут какие-то меры для вывоза снега с улиц. Достучаться до чиновников получилось. Оказалось, что у муниципальных предприятий тоже есть свои страницы в соцсетях. Флэшмоб там заметили и даже попросили жителей оставлять на портале побольше комментариев и фотографий. А вот в Новосибирске даже создан муниципальный сайт, на котором в режиме реального времени можно следить за всей дорожной техникой. Судя по тому, что показано на карте, в данный момент один из тракторов должен расчищать тротуар на улицах города. Но на месте никакой снегоуборочной техники. Похожая картина и на других участках. Синоптики при этом не обнадеживают. Омск и другие сибирские города до конца недели останутся под влиянием циклона, пришедшего к нам с территории Среднего Урала. Горожан ждут порывистый ветер, снегопад и заморозки. Александр Уяткин, Павел Теунов, Арина Глухова. Новости здесь. Омск.